Добрый вечер всем любителям волейбола или Хоу-Хоу-Хоу на Дед Морозовском. Да, Новый год уже прошел, но настроение никуда не делось. Тем более оно поддерживается такими крутыми матчами. Зенит Казань на своей площадке в центре волейбола принимает Югру Самотлор из Нижневартовска. И в прошлом сезоне с Казанью стал чемпионом. Взял кубок. При этом был полноценным таким членом команды. Выступал сменщиком Майки Кристенсена. Стишная так вот. Блоком от Алексея Куанна. Выходим в Казань впереди. Так вот, продолжим про Тока. Он был сменщиком Майки Кристенсена и увидел красивый эйс в плане Кирилла Клеца. И снова подают. Снова. В Либера. Вартовчан. Радченко. Снова Радченко. Клец принимает. И им будет атаки у Казани. Снова у нас затяжной розыгрыш. Снова он заканчивается блоком. Да, ну, поначалу, конечно, Лобинский. И его подача. Лобинский, в принципе, обладает очень плотной подачей. А здесь разобрался. Как буквально. Артема Вольвича. Артем Вольвич это все-таки коренной нижневартовец. Воспитанник с Матлора. Он и за молодежку поиграл. Андрей Сурмачевский крайне хорош на подачах. Вот как сейчас это было. И без атаки остается игра с Матлорой. Довольно за все это дело. Логического завершения это атака казанской команды. Вартовчат лучшего в этом компоненте. Вартовчат, один здесь. Если идти дальше по показателям, то самый результативный игрок казани неожиданно Михаил Лобинский. А вот у того же Радченко, который лидер Самотлора. Он уберется побольше. На 54 очка. В принципе, Лобинский и не входит все-таки в каждую игру. Кстати, единственный игрок, который сам решает, будет он сегодня играть или нет, он сам мне говорил относительно недавно. Сейчас он в атаке. Снова Лобинский. Скидывает у мяча. Удачно это делает. Лобинский, кстати, последний, наверное, матча 2 или 3 выходил на разминку в особой форме. И так, Сюси, так и 67. И Михаил Лобинский, который сейчас на подаче. У Михаила Лобинского 62 ошибки было до этого матча. Здесь Клец. Не сумел принять этот мяч. Еще становится. 20-11. Лобинского рукавишников. Клец. И поднимают этот мяч вартовчане. Наносят атаку. И Лобинский спасает на задней линии. Сурмачевский. Как он кисть сейчас выкрутил. И не сумел поднять этот мяч. И счет уже очень близок к тому. Клякин привлекался. Бэт-Сити. Пистолетия. Сурмачешки. Прошу прощения, Сурмачевский. Снова он. Ну, не удалось ему сейчас завершить партию. Ну, и это мимо. И так заканчивается первая партия. Матч изинит Казань игра Самотлор. Ну, а мы с вами уходим на небольшой перерыв. Федоро в приеме. Лобинский. И одиночник Брока подрывает его. Михаил Никель. Снова Лобинский. И на этот раз получается у него атаковать более успешно. Приносит он мячу к своему карточному клубу. Это говорит только о том, что хорошенький такой втык вратовчане получил. Исполнение этого же элемента Александра Милицкого. Попадает в Лобинского. Ну, а здесь Конунова накрывает. Не дается. Заметьте, наверное, уже как хорошо во втором сете работает блок. Кавишников не подачу. В Либер полетает мяч. И Толок зарабатывает очко в стиле Дениса Толока. Затем, как подается Андрей Сурмачевский. Микель спасает Федоров этот мяч. Сурмачевский в блок он упирается и не удается команде снова продраться сквозь чистокол этих рук, который им надел атрибутику хоккейного клуба Авангард неожиданно. Если вы в контексте, то вы, наверное, знаете, что Авангард это один из самых непримиримых соперников. Перелетает мяч через сетку коснувшись троса. Удается Либера Вартовчан спасти этот мяч. А здесь скидка Андрея Сурмачевского приносит результат для своей команды. Толок на подачу. Ну и мимо отправляет мяч в ваут. Денис Толок уже второй сет подряд заканчивается тем, что сами Вартовчане отдают вау казанскому клубу лукнуло по плечу и пошел на еще одну подачу. Но плотнейшая подача и не будет сейчас. Не получилось полноценного приема сейчас у Вартовчан атаки поднимают этот мяч игроки Югры Самотлора. Сурмачевский на Лобинску. Лобинск скидывает и успешно. Ну и красиво сейчас атаку было в исполнении казанского луру. Все-таки показал сейчас Сурмачевский то, что будет атаковать сам Кулыгин на подачу Сурмачевского Лец будет атаки у Вартовчан и отыгрывается он от блокирующих отправляет на все-таки в площадку добывает очень важно для своей команды очко Снова Кулыгин отправляется на подачу Щербинин еще одна плотная подача никель скидка снова успешное действие от восьмого номера Югры Самотлора сам же он отправляется подавать за Андрею Сурмачевскому не будет блок тут одиночек накрывает Алексей Кононов Станислав Касселя Справляются с этим игроки Югры Самотлора закрывают никеля здесь Казанским блоком Федоров в приеме и Рукавишников пытался сейчас поднять мяч для Килева Клеца но не очень высоко это был и в сетку попадает диагонально Казанскую клубу и наконец заснимает в себе помогу Иван Лобинский премьер он же в атаке Зависит сейчас так в воздухе как любит это делать Толк на подачу Сурмачевского Клес забивает продирает мяч сквозь руки блокирующих и очередное очко для казанской команды одном кстати очень известном популярном шоу которое выходило на ютуб канале казанцев вышло еще год назад Лобинский Кель а вот тут получается у него пробиться сквозь руки блокирующих а это Сурмачевский уверенно исполняет пайп Сурмачевский прием сжогов не очень хорошо сейчас подбросил мяч для Лобинского но тем не менее тот перебросил его через сетку и даже атака случилось сурмачевский успешно он сейчас скидывает мяч на чужую сторону как лучше отдавать передачке плотная передача Щербинина и переходящий мяча первым оказывается Алексей Кононов подбросил подбросил на чужую завершает кажется игру эйсом всех я поздравляю с наступившим новым годом с вами был Артур Шипилов любите волейбол кайфуйте от него и пусть все у вас будет хорошо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания